и сегодня вечером я выставлю на продажу будем мы начинать новый этап волонтерки потому что сейчас больше мы будем концентрироваться на гражданских на продуктовых пайках на будем пытаться помочь гражданским выжить в зиме и свой взнос я сделаю я выставлю тот нарисованный график который с точностью до дня совпал с тем что выставил сегодня за икономист эта математика была просчитана еще в июне с точностью до дня просто берете график за икономист и накладываете на вот эту вот которую я рисовал пике совпадают все совпадает один в один наконец-то правда восторжествовала беда в другом беда в том что если сыграла это сыграет и все остальное давайте поговорим о том что что нас ждет потому что это важнее сказать что нас ждет точно достаточно сложно по одной простой причине что математики больше нет если раньше я мог анализировать плотности вероятности и на основании их рисовать вот эти все графики просчитывать то теперь мы вошли в период с ноября по март вы вошли в период я называю это роста энтропии то есть его величество случай когда ты просыпаешься утром и вдруг появляется статья за иконами с которой меняет все статья заложного ли статья самого за иконами это британия на всякий случай когда ты просыпаешься утром и вдруг ты видишь видео которое взрывает все ну со львова например да я очень хорошо помню эти черные воронки вот рассказы про черные воронки как сталин ездил и я очень хорошо помню что не лично сталин ездил что это ездил свой кум сват брат я написал историю о том что вечером маричка гуляет со своими детьми вместе с ней гуляет иванка тоже со своими детьми они вместе смеются и играются с детьми а днем иванка ловит мужа марички как скотину как скотину ловит на блокпостах потому что иванка пограничница у нас границы проходят между селами а почему она ловит а потому что у нее тоже есть муж и он под броню если она этого не сделает то уйдет ее муж возвращается история эта песня теть мне придя карта на руковаться когда придет повестка идти воевать за австро венгрию и когда вы вспомните все что говорила фарион и говорит сейчас вы поймете что кто-то где-то считает войну чужой почему потому что никогда не считал ту часть украины своей всегда считал что а мы тут австро венгрия а мы тут польша а нам вообще до того путина далеко а вы виноваты тем не тем что привели и звали и так далее не не тем нет вы виноваты тем что вообще существуете на вас смотрят тем что у вас другой язык и тогда возникает вопрос а нахера же вы свой осколок натягивали на весь глобус украины так что это треснуло и порвалось а цены до нас а цены мы что же ждет ждет период с ноября по март сумасшедшая турбулентность случай а потом после марта наступает огромная вероятность просто космическая не чая по причине вакуума власти 29 октября должны были состояться выборы верховной рады но они не состоялись рада теперь работает на продленке да это легально но нелегитимно они по капле выдавливали легитимность из себя каждый день и когда ее не осталось совсем они ушли на продленку но прикол следующим 31 марта должны состояться президентские выборы при любой погоде а кто вам сказал что их не будет кто понимаешь да демократии она всегда вредила это это понятно да но дело в том что конституция не оставляет никаких подчеркиваю вариантов кроме как провести выбор да вышел некий замцы цвк кстати вы знаете какая зарплата у этих товарищей а знаете какая зарплата конституционного суда у судей от 200 до 800 тысяч гривен легальных причем налоги они платят не выше чем планка по моему 80 тысяч сколько все остальное без налога вас просто грабят грабят да очень легально через наблюдали рады которые стали прокладка между вами и бывшей собственностью конституционный суд вы слышали какие-нибудь решения в поте лица работают да наверное а цвк трудное товарищи представляете трудно надо каждый день работать иногда из америки да за такие бабки так вот я вам сообщаю что не провести вариантов нет да некий зам цвк нашел некую норму перестал он спорить с чаплыгой и нашел некую норму согласно которой дин президент дие до моменту значит передачи влады новому президенту хорошо а где написано что выборы можно не провести с этим мы спорить не будем как в том анекдоте когда это сталина воскресили до рассказали что происходит стране он рисушке ну как минимум надо всех расстрелять это пункт первый и пункт второй покрасит стену в зеленый цвет кремлевский вопрос и есть есть почему стену в зеленый цвет конечно потому что я знал что по первому пункту вопросов не будет точно так же и с этим цвк по пункту не проведения выбора вопросов не будет они должны пройти по любому а будет президент после них не будет это уже 10 вопрос понимающим дело я вот приводил уже пример есть понятие легальность и легитимность рабство было легальным подчеркиваем но нелегитимным из-за этого случилась декларация о независимости сша отменили рабство и так далее так много не только то если закнул то есть государство живет до тех пор пока его законы легальны но они по определению легальны и легитимны то есть если я принимаю закон о том что неважно я там могу заработать 100 долларов ты 10 и мы договариваемся что я заплачу 10 баксов а ты заплатишь 1 да ты заплатишь на 9 долларов меньше меня но у тебя и доход меньше и мы договариваемся о том что это будет равный справедливо да это закон мне обидно отдать 10 баксов тебе может быть тяжело один но это легитимно это мы принимаем потому что деньги перераспределяются на всех а если я установлю что я зарабатываю 10 баксов и получу 1 доллар а ты зарабатываешь ну грубо говоря я зарабатываю 100 и плачу 1 а ты зарабатываешь 10 и платишь 5 это будет легально но с твоей точки зрения нелегитимно и очевидно что ты устроишь революцию совершенно очевидно ну или бунт как минимум то же самое мы имеем сейчас у нас легальная рада но легитимна ли она и это вакуум целой ветви 31 марта будет легальный президент но какой будет уровень легитимность вопрос это не ветви от власти но это вертикаль и того если вы чего-то хотите порешать вы должны порешать до 31 марта до 31 марта после 31 марта все решения которые будут они будут условно легитимны и легально условно потому что никаких решений конституционного суда по нет и очевидно не предвидится за 7 я могу сказать мы вступаем в период когда несчастный случай в ТЦК может повлечь за собой сперва февральскую а потом и октябрьскую революцию да вполне возможно и риск 99 и 9 объясни мне пожалуйста а в чем ЦИМИС вот этих вот ночных воронков едет желтый бусик ночной воронок по львову ну едет но отбивает какого-то Васю пакует его ногами то что они вообще из офиса выходить своего не ну не должны по закону и по конституции это уже никого не гребет то что они вообще подойти ко мне ближе чем на один метр не имеют право ко мне к вам тоже никого не гребет если они вам что-то тычут вы имеете право сказать спасибо я отказываюсь идти своей дорогой и никто не может вас вы милиция нет нет вы читаете законы в конце концов постанова конституции нет то есть то что происходит это банальный сталинизм а теперь вопрос причем похищение людей да при исполнении служебных обязанностей а теперь внимание скажи пожалуйста а сколько таких людей вот такими способами можно отловить ну хорошо ну тысячу ну пять хорошо 10 тысяч 10 допустим 10 это что-либо изменит при отсутствии паритета в авиации и воздухе техники обеспечения логистики а что с выплатами задержек нет не напомните мне а какие могут быть выплаты если с обеспечением не очень и ты берешь то за свой счет а если погиб она тебе были не те перчатки или что-нибудь не то собственно говоря никто за тебя ответственность не несет как интересно получилось то есть получается учеба за свой счет медицина за свой счет содержание родителей за свой счет борьба системой за свой счет содержание себя за свой счет гарантии трудовых никаких нет а потом ночью едет воронок и говорит надо и правильно понимаете в чем дело влада трубуется про вас есть такая штука дия называется тут некий федорович и федоров я их путаю этих федорович федорович будет федоров какая разница уже никакой разницы выходит и говорит где трубуется про вас да теперь я перефразирую слова потому что у меня в чате утром люди требовали развития цифровых услуг говорят необходимо прямо вот до конца дня настолько позаботиться о людях чтобы установить эти турникеты по биометрике турникеты по биометрике на выходе из подъезда но потому что иначе как-то вот небезопасно небезопасно более того понимаешь свечи теперь их мыс будут становиться очень дефицитным товаром а значит будут спекулянты спекулянты а как же простому украинцу купить свечей их мысу если это очень редкий товар и спекулянты перекупщики и спекулянты лишают людей возможности купить свечи их мыс а значит необходимо сделать идентификацию идентификацию через дию ну как можно слушай продуктов скоро не будет только идентификация через дию позволит вам делать покупки в магазине для того чтобы вы могли спокойно и без очереди купить и никакие спекулянты не мешали вам после того как вы через турникет по биометрике выйдите из своего подъезда понимаешь в чем дело вон и дужи трубуются то есть если раньше вот у нас была такая революция гидности у нас было да а никто не мог воплотить никакой порошенко не смог а вот вот федор федорович федоров чикарки то но вся эта бригада струсковца они единственные кто смогли они смогли теперь кожный гидный кожный гидный у вас ровно три минуты на то чтобы вы узнали что вы гидны все гидни революция годности воплотили в жизнь а дия так трубуется про вашу безпеку и захист что вы даже в самом темном подвале не сможете спрятаться людей турботы та захисту понимаешь да к ндр да оруэл да никто не верил что это невозможно ну никто что это возможно и вдруг пришла команда благодаря вашим выборам пришла команда которая воплотила этого великого писателя современности даже он не верил что это возможно но это вы еще не знали про слух народа вот понимаешь выдавив легитимность рада стала бессмертной вот так вот что же нас ждет я тебе скажу что нас ждет на заявление пентагона о том что помощь теперь украине будет идти значительно меньших дозах для того чтобы чуть-чуть растянуть денег нет и не будет вышел министр финансов и то ладно какой-то министр финансов согласно этого бюджета 49 миллиардов минус не гривен 49 а еще 20 миллиардов на вес нацбанка пустых напечатанных денег а это я еще не посчитал сколько долгов у корпораций которые мы кор паразитировали ведь у них космические долги я вам скажу 49 то что в бюджете это детский сад на самом деле за 80 причем очень хорошо за 80 но даже при 49 выходит марченко и говорит что у нас 29 незакрытых маловато будет 29 незакрытых ну короче я даже не буду ерничать машину нет настроения ерничать в общем бюджета нет бюджета нет и не будет военных поставок это понимаю нет и видимо не будет а потом все начинают почему-то злиться на чаплыгу который все это говорил после стамбула 1 потому что всегда происходит но это был гештальт 1.0 да значит был стамбул 1 терреры и должен был осенью закрыться гештальт 1.0 не закрыли но не закрыли не надо был зимний период турбулентности отлично феврале некий чаплыга сказал математика показывает что мы точку невозврата прошли я вам сейчас объясню что это означает это означает что армия стала главным налогоплательщиком то есть по сути по дфл который шел и который украли украли ограбили местные советы зимой прям с 1 января она была главным налогоплательщиком по децентрализации и для местных бюджетов и армия стала главным работодателем если ты сейчас остановишь это экономика у тебя ноль а кредиты финансы говорят тебе о том что ты должен столько что даже парные органы твоих внуков не оплатят это и дом больше не твой если ты сейчас останавливаешь эту машину происходит такое а что происходит а давай я тебе процитирую слова афарион она это всего лишь труба пишет боротьба в середине краины на богатого зловиша ниж боротьба на нулевые позиции я вам расшифрую что это в переводе на простой язык это означает гражданская война это то о чем я говорил самого начала что кто-то натягивая сову на глобус и порвав ее кричал о том что сейчас габсбург и австро-венгрия победит все остальные осколки из которых империи бывших из которых сотка на украину говорили нет порвется и глобус и сова но нет натягивали в результате виноватыми в этом всем стали те кто родились или представляют другой осколок бывшей империи который составляет часть украины теперь виноваты они оказывается а что же хотели и что же хотят хотят по сути одни вот те которые русскоязычные они воюют с россией русскоязычные первые воюют с россией те которые были не в экзархате а в патриархате бою с россией те кого называли так там назвал и фарион плохими словами да они гибнут и защищают украину от россии так случилось а те кто с другой части типа фарион ведут свою войну за то чтобы эти кто воюет с россией не вернулись вернулись потому что если они вернутся тогда возникнет вопрос а что делать фарионшим понимаешь а у них своя война пока русскоязычные воюют с русским эти внутри и получается что очень страшно для тех кто натягивался воноглобус австро-венгерскую очень страшно что война закончится понимаешь а если не дай бог еще и выживут те кто воевали ой 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 тогда будет внутрь тогда вспомнят все вспомнят да идет две войны одна из них озвученная фарион гражданская или вы не видите а фарион это озвучила прямым текстом пока другие воюют на фронте защищая страну и да если вы это остановите армия перестанет быть крупнейшим работодателем а экономики у вас нет слова совсем если вы все это остановите то тогда все те люди которые защищали украину зададут вопрос тем кто все время это время сепаратизировал западной части тогда возникнет вопрос а за что они воювали я не помню да мы же их они принесли ту вину хай идут и то воюют с теми русскими что вы этих русских сюда привели какой умов и в эту говорить и сталь 2.0 тоже закончился все больше ничего нет теперь у нас чисто руководит всем случай именно с ноября по марта линии невозврата мы прошли по одной простой причине что мы прошли критические значения по демографии критические значения по экономике и критические значения по финансам и кредиту по трем показателям из трех хорошо прошли остановить нельзя почему потому что войны начинают и заканчивают всегда элиты сейчас стоит вопрос просто выживание физическом выживании элиты давай я задам тебе вопрос только честно вот 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 не криви душой я тебе скажу если ты останавливаешь сейчас процесса тебя убьют просто убьют твои действия если не остановишься ты убьешь страну которая и так прошла уже красные линии не надо никаких ответов вы просто поймете что будет происходить с ноября по марту это неизбежно просто неизбежно предсказать математикой где когда и как это невозможно можно сказать что винтовка рождает власть а у кого в руках винтовка это даст вам ответы на другие перипетии которые развиваются скажите мне пожалуйста а с чего начался майдан где начался парад суверенитета в облсоветом на западный правда а там уже было зеркало я ничего не чисто я просто хочу сказать что все уже было и самые неимоверные вещи становятся имоверными и вы можете десять раз ненавидеть чаплыгу за то что он говорит за то что его графики сбываются с точностью до дня и сэкономист его просто перерисовывает это ничего не изменит вопрос другом будущее не переписать можно изменить свое отношение к нему нужно понимать что великие полководцы это те которые сохраняют армии сохраняя надежду и будущее те кто их сжигает сжигают мосты страну и себя это не я сказал это классика теперь вернемся к мобилизаторам скажите пожалуйста если вы мобилизируете таким насильным образом тысячу пять десять это что-либо решит нет но это создаст картинку сталинизма и тридцать седьмого года создаст это навредит боевому духу поддержке людей тогда же самой легитимности вредит то есть если это не решает задачи это штучные вещи ну сколько ты затолкаешь тут бусик одного двух ну это решит задачу решать задачу нужно системы системно это принятием законов то есть ну целыми категориями граждан там студенты 30 плюс или там студенты 2 высшего образования вот эти дамочки среднего возраста которые рукоплещут этому всему вот не знаю надо решать системно на уровне закона потому что по-другому вот этими ногами запихивания в бусики вы это не решить вы только навредить я понимаю что у кого-то стоит на кону премия у кого-то стоит нам на кону палочная система сколько нужно я все это понимаю я понимаю также что моричка днем должна будет загонять мужа иванки а потом вечером совместно гулять с детьми ничего лично ничего лично при сталине тоже не лично он гонял по этим воронкам и так далее все это уже было в истории я просто веду к тому что очевидно нужно на секундочку просто именно на секундочку остановиться и задуматься и подумать чего мы делаем нужно ли сделать замену перемен и так гласит мат статистика без эмоций кто-то должен отвечать ну нужно собираться и думать кто-то должен понимать что в конце концов если не принимать никакого решения это самый страшный выбор то есть выбери ли белый или черный это понятно если ты не выбираешь ничего то выберется серое это самое страшное потому что если ты не сделаешь выбора то 31 марта неизбежно карета превратится в тыкву везде у всех если кто-то думает что сможет быть урядом в экзире или что денег столько что хватит на всю оставшуюся жизнь и так далее то это иллюзия не вы первый не вы последний вот собственно говоря тебе все расклады у меня нет больше просчитаны на плотностях вероятностей математики с ноября по март это страшный период поэтому я всем говорю в этот период невозможно предсказать ничего какой-то сумасшедший может не дай бог запихивая в бусик поломать хребет и человек умрет что начнется а предсказать это невозможно невозможно запаковать столько людей сколько нужно было бы для некого прорыва и даже если тебе дадут 20-15 самолетиков старых это ничего не решает а дадут ли все остальное что необходимо ты понимаешь что мы ходим в период зимы когда не обязательно даже ракетами пулять достаточно просто дождаться ну скажем так снижение температуры воздуха и посмотреть кто сколько чего украл на восстановление может быть и ракет не надо мы входим в очень тяжелый турбулентный период когда вакуум конституционного толкования того что должно происходить вакуум легитимность при формальной легальности и где она порвет очень сложно сказать когда стоит вопрос об отсутствии гарантии гарантии не для государства для государства никто никаких гарантий никогда не даст давайте это понимать то единственный вопрос который может быть это гарантии гарантии элит потому что иначе не происходит транзит власти а когда ты знаешь что гарантии элит не будет то транзит власти будет страшно тут не надо ходить гадалки и чем позже тем тем страшнее собственно говоря это банальные вещи которые известны еще со времен до римской империи касательно тоже опять-таки евро интеграции и так далее я увидел утром информацию о странном опросе что 70 процентов граждан украины верят что после войны будет экономический бум я ответил на этот вопрос я сказал что больше я не хочу слышать ничего про выборы украины если 70 процентов людей у которых наверное когда-то было высшее образование которые наверное когда-то умели логически мыслить знали что такое причинно-следственные связи и даже ходили в школу а у некоторых о боже было системное советское образование если 70 процентов из них отвечает так на этот вопрос то я считаю что власть делает все правильно я думаю мы как нация это заслужили мне нечего сказать да нас ждет бум правда не тот о котором вы думаете я думаю что его не существует том понимании как это рисует порошенко порошенко что же надо выживать политически ему нужно паразитировать на каких-то конфликтах все мы хорошо учились британии знаем как как это делать и зачем я не думаю что заложенного и я это говорил и ранее скажу еще раз что у него есть какие-либо политические амбиции не верю и не вижу это даже если бы они у него были единственная структура и система которая у него есть это армия но она не играет политику а других у него нет он может опереться только на кого-то на кого у кого есть на на порошенко на кличка может быть даже на притул больше не на кого может быть на июлю не знаю либо опереться на на зэ у него тоже есть структура то есть выбирай получается он сам по себе да он звезда политическая мог бы быть но знаешь иногда и козырный туза не играет поэтому я очень сомневаюсь что он оценивает себя как политического деятеля будущем а если он не оценивает себя как политического деятеля в будущем я не вижу причин для политических конфликтов сегодня поэтому скорее всего это больше надуманное и скорее всего это действительно в интересах врага попытаться посеять раскол политический между военным руководством и политическим и мы это уже наблюдали например вброс арьева помнишь перед ставкой был вброс арьева я всегда говорил что порошенко и медведчук под крышей суркова это одна сатана я это всегда говорю всегда не все правда понимали и верили теперь будете понимать на все эти эфиры и на эспрессо и на первом даже был когда еще это куб был или как-то ходил и к медведчукам на эфиры ходил и на плюсы ну что ты думаешь что я не вижу как ходят целые группы товарищей этих говорящих ртов с конкретной задачи почему вас зовут на эфиры потому что вы приносите просмотры вы приносите бабки меня интересует профсоюзы меня интересует левая идеология и меня интересует моя идея которую несу я про имперскую украину вам нужно что вам нужны просмотры в чем минус минус том что своим присутствием я легитимизирую темы которые там поднимаются ну кто-то поднимал темы по донбассу кто-то по минску кто-то по переговорах кто-то не капитуляции кто-то там экономику и так далее так далее я своим присутствием это легитимизировал эти дискуссии и они были очень смотрибельны это минус плюс я получал трибуну для вещаний и никто мне не мог сказать что мне говорить и как и что же происходило там вы что думаете я как человек который 20 лет отдал медиаграмотности я не понимаю что происходит и за кулисой и во время перерывов и так далее внутри когда приходит один-два лома четко заточены на конкретный месседж я не знаю ну то есть платят же не за участие в эфире платят видимо где-то по штабам там и мне интересно приходят на эти эфиры и ты ему задаешь вопрос про блоху а тема про он выучил про блоху у него задача ты ему про рыбу он и да рыба обязательно обсудим рыбу потому что если бы у рыбы была шерсть то в этой шерсти жила бы блоха а блоха это вот так это работал и все это симметрично шло у петра у медведя у этих на эспрессо всех этих и так далее ну на часах была другая повестка и другая была одна этого господи кучмин взять пинчука да у него была подруга у нас все каналы все были олигархические те и есть ну какие свободе вы рассказываете единственная свобода которая была это торг своими просмотрами за право вещать то что ты хочешь но минус да ты собой присутствием это легитимизирую к сожалению но не ты задаешь эту повестку и что этого всего не видел видел ну для кого это открытие то что ариев там вышел от петра и начал гнать по поводу того что там якобы на ставке собираются уволить залу он дождался когда все русские все российские медиа эти российские медиа вынесли это в заголовки и разогнали а потом да он дал заднюю только заголовки остались и разгонка осталась а потом что случилось а потом это же дальше продолжение что а потом взяли запулили этот фейк с залужным где он там якобы к революциям каким-то призывал это что не звенья одной цепи на быть слепым и тупым чтобы это не понять это по поводу раскола чтобы понимали кто и как все с другой стороны скал да а почему да потому что с одной стороны политики будут требовать от тебя взять марс а ты как военный говоришь ну а может быть лучше сохранить армию а может быть лучше отступить дед а может быть лучше по-другому терят нет так нельзя потому что тогда тогда же как это а если ты не выстрелишь тогда испорчусь я поэтому с одной стороны да жесткие дискуссии имеет место быть вполне возможно даже с русским матом настолько они жесткие а если политический раскол нет нет вот и все ответы вот но при этом я буду скептичен по отношению к тому пойдут на переговоры не пойдут возьмут три города не возьмут это все политические заявления математика говорит о том что для того чтобы полететь в космос необходима реактивная тяга пропеллер там не работает а пока что я наблюдаю даже не пропеллер хрен поймешь что это хотя бы что подняться до стратосферы а там ну можно конечно на надувном шарики но понимаешь без воздушном пространстве надувной шар не летает поэтому нужно что-то другое как сказал заложенный необходимо изобрести порох вот я сразу сказал что штаты договорники с русским этот договорняк состоялся еще в жене сейчас был еще один по другим вопросам а будет и третий но уже с участием китая да и китай попытается воплотить здесь сша точнее вместе с русским и воплотить здесь китайский план зонирования если говорю про огромные риски не чая с апреля то это и есть это китайский план зонирование если я говорю о том что сепаратизм не на востоке а на западе то я обосновываю почему и как я сказал что я больше всего боюсь именно сепаратизма западного ну что есть сепаратизм позитивный и негативный позитивный Негативный сепаратизм – это когда вы говорите, я хочу от вас отделиться. А негативный сепаратизм – это когда вы говорите, что я хочу, чтобы вы все от меня отделились. Но и то, и то является сепаратизмом. Проявлениями его являются линии расколов – язык, вера, культура, история и многое-многое другое. И когда я делал свое единственное пророчество 20-го года, где я предрек, что на западной части может возникнуть западное ордло, поглянитесь вокруг и подумайте, что происходит. Дело в том, что многие мои слова, которые я говорю образно, а по-другому, кроме как образами, баснями и так далее, вы не сможете объяснить системные вещи. Не нужно придираться к терминам, которые я использую. Британия совершенно не шпингель, выглядит она по-другому. Правда? Но тем не менее этот термин принимается. Когда я говорю про имперскую Украину, я говорю про философию империи. Если ты соткан из трех осколков ранее исторически враждовавших империй и враждующих сейчас. Османская империя – теперь это Турция, Российская империя – теперь это Российская Федерация, Австро-Венгерская – это Евросоюз. И эти империи воюют и сегодня, просто под другими марками. А мы сотканы из трех осколков этих империй, которые воюют и сегодня. То единственный вариант, который у нас есть – самим стать империей. Не МО-НО, а империей. То есть принять, что есть осколок Австро-Венгрии со своей историей культуры, что есть осколок Российской империи со своей историей культуры, что есть осколок Османской империи со своей историей культуры. И в прошлом мы воевали друг с другом на стороне разных империй, но сегодня мы в единой Украине. И принятие мультивер, мультиязыков, мультикультур и мультиоценок этих культур – вот ключ. А это и есть империя, потому что только империя, философия империи в принятии не такого, как ты, ну то есть не подавлении чужого, а принятии, и теперь была там только твоя монокультура, а когда ты принял и расширился, стало две культуры, потом три. И это все твое, это все твое единое. А когда ты отталкиваешь и живешь моно, садок вишневой колыха, ты, вот, ебится, ведьмены выбачены и так далее, это моя философия, меньшовартисть у тебя в голове, нехай вы не идете, ай, стой, российскую мову, это ничего, что оно твое, что ты отдал бесплатно. Все это рождает беды внутри страны. Вот это меньшовартисть и не имперскость мышления. Поэтому я очень хочу, чтобы Украина обладала имперскостью мышления. Тогда мы сможем расшириться. Тогда и на Россию вы будете смотреть по-другому. Какая там мрия оцего меньшовартисти? А нехай они развалятся, сгорят, разбиты того Кремля, разбиты, чтобы я курча дейком там не бачил. Знаете, в чем дело? Какая-то меньшовартисть. А если они развалятся и их разбиты, вы себе представляете, что мы не выживем под этими осколками? Что же вы делаете? Это штатам похер, до них не долетит. А осколками-то вас накроют. Вы думать пробовали, а теперь дальше. А, то есть когда вы сами станете империей, вы начнете мыслить, как империя. Тогда вам многое придется переосмыслить, как действует империя. Но это будет в следующих сериях, уже после нечая. В мире. И то, что происходит сейчас, до все, выход России из до все, выход США из до все, выход Канады из до все, до все это ограничение обычных вооружений в Европе. Честно говоря, этот до все трясет и колбасит с 99-го года. В 2007-м из него русские вышли, кто-то там не ратифицировал, там протоколы были, додатки и так далее, многое не ратифицировано. Короче говоря, умерла так умерла. Но, что это означает? Это означает, что США будут обязаны развернуть по пятой статье НАТО, развернуть свои войска в Европе. Это означает, что русские начнут перевооружение у себя. А русские действуют в связке с Китаем и КНДР. Не буду долго ходить вокруг да около, я вам сразу скажу. Это говорит о том, что Украина навсегда станет нейтральной страной по договоренности двух высоких договаривающихся сторон. Что очень реалистичен китайский план зонирования. И что в лучшем случае вооружения, если у нас будут, то они будут в очень ограниченном количестве и только на западной части. Опускается железный занавес и идет раздел мира. И, собственно говоря, Китай выступает от имени себя России и КНДР. А США выступают от имени себя и НАТО. И то, о чем они будут говорить, они будут говорить о том, что они уже воюют и воевать будут. Это третья мировая. Но они будут говорить о определенных правилах ведения этой войны так, чтобы не сжечь все. Это первое. И вот о вот этих стратегических линиях коммуникации и о линиях раздела, которые в том числе пройдут и по Европе. Высокой договаривающейся стороной от имени блока будет Китай. О чем будет говорить Китай? В первой половине января будут выборы на Тайвань. Китай будет говорить о признании итогов этих выборов. Потому что на этих выборах, скорее всего, победит прокитайская партия. Если там побеждает прокитайская партия, то в перспективе от одного до пяти лет Китай без выстрела возвращает Тайвань в свою корону. Для того, чтобы это обеспечить, необходима будет сила триады и китайской, и российской, ядерной. Вопрос будет идти не о войне, а вопрос будет идти о блокировании или растяжении США. Уже сейчас США растянуты между двумя точками как гарант безопасности. Фактически они не могут дернуться. Если сейчас появится еще хоть одна третья точка, США падут. В плане гарантии, ну то есть как зонтика гарантии. Поэтому США делают сейчас все, чтобы ни Иран, ни какая-либо другая страна не втянулась в конфликт. Чтобы не было третьей точки. Ни в Европе, нигде. Поэтому я думаю, что переговоры Китая совместно с Россией, по сути, с США будут успешными. Для них, но печальными для нас. Да, я более трампист. Потому что я выступаю против и тех, и других, грубо говоря, там, транснационалов, что в республиканцах, что в демах. Да, я одноционалист, поэтому я больше выступаю за изоляционизм и фокусировку на своих собственных странах. Поэтому мнение мое будет байс. Но чем я удовлетворен? Я удовлетворен тем, что когда я месяц назад говорил, что для того, чтобы понять, что происходит и что будет, вам необходимо произвести замену уравнений. Вам кажется, что США управляют некие гениальнейшие старцы, которые владеют квантовыми компьютерами? А я предложил сделать замену. Поменяйте Салливана на Рахамио, Нуланд на Марьяну, а Колю на Блинкена. И все. И все уравнения сойдутся. Они просто управляют Байденом от имени клана Обамы Клинтона. Обама, собственно говоря, не скрывал того, что свой третий срок он хочет реализовать через прокси. То есть не вылазить, но управлять дистанционно. Эта секта, ну она суицидников. Это секта суицидников. Они убили все. И законы природы, и свободу слова, и права, и так далее. Все. Поэтому я несколько вкурвлен на них, скажем прямо. И я считаю, что победа Трампа принесет тот ливень очищения. И я буду приветствовать это. Я приветствую, что когда я говорил про эту замену и сказал, что, собственно говоря, прокси эти трое так дорулили с Байденом, что скоро сгорят США, и что единственный вариант их заменить. И вы увидите, что сейчас вместо них вещают совершенно другие фамилии советники. Больше этой троицы в топах нет. Я рад. Но это было предсказуемо. Еще месяц назад. Я сказал, как выманить кукловода. Очень просто. То есть, если вы видите на сцене, видите только саму куклу, очень сложно Чаплыгере доказать, что это не оригинал, что есть кукловод. Как же сделать? Необходимо довести ситуацию до абсурда. То есть, заставить кукловода давать столько сигнала в управление, чтобы кукла не успевала их отрабатывать. И она начала вот так вот. Тогда, если начнешь разрывать кукловоду и куклу, разрывать задачами о необходимости послания огромного числа корректирующих сигналов, тогда наступит тот момент, когда кукловоду нужно бросить куклу и выйти самому на сцену. То есть, вместо... Ну, тренер должен выйти на ринг, вместо спортсмена. Вот мы и увидели выход Клинтон. Это ж какое чудо должно было произойти, чтобы Клинтон лично вышел из ниоткуда, из небытия. Я рад. А, ну, о чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что все. Крах неизбежен. Всей этой секты. А поскольку корни она пустила глубоко, кто-то их там называет орусята, кто-то называет порусята, кто-то еще как-то. Вот, неважно. Это все дети одной семьи. И SG Agenda. И их армия Волкера. Stay woke. Вот. Все эти стопфейки, центры борьбы с дезинформацией, там, кибербеспека, там, и все остальные. Это все взвения одного Оруэлла. Так вот, когда умрет дерево, корни будут гнить в земле, там, где они пустились. И запах гнили будет идти по тем странам, где эти корни остаются. Останутся. Нет. Никаких шасси и самолетов у Афганистана больше не будет. Оно будет гнить там, где оно осталось. Поэтому, в принципе, я считаю, что всякий перегной рождает что-то новое, светлое, доброе. Ну, что ж. Знаешь, как это. Дай бог, чтобы вырос новый зеленый росток. Но, опять же, Украина, это, знаешь, как однажды на... Я приводил такой пример. Однажды была одна нарада у нас, знаешь. И там кто-то хотел ублажить старшего. Он уже тогда депутатом, по-моему, был. Вот. Чем министром. Нет, замминистра был. Вот. И кто-то там на нараде поднимает руку и говорит, «Вы знаете, а сюжет про нас показали, значит, по Гравису». Как пауза повисает. Ну, и этот, значит, типа там замминистра. Я еще помню такой канал. Замминистра говорит, все классно. А где, шо это, где это? И тут кто-то такой, знаешь, ерничает, типа меня. Где-то там за столом говорит, «Та это между тонисом и пенисом». Знаешь, вот. Ну, в общем, в общем, чтобы ты понял по поводу Трампа и его понимания, что у него другие задачи. У него Мексика, у него Китай. У него Азиатско-Тихоокеанский регион. У него внутренняя экономика внутри страны. У него война с этими страховщиками и так далее внутри. У него есть чем заняться. И вопрос Украины для него будет сто хернадцатый. Поэтому я бы вообще не вижу предмета, к анализу. Вот знаете, есть фонд Сороса есть. Есть глава этого фонда Сороса. Очень классный, порядочный дядька. Это мой друг. Очень, очень порядочный, реально. И он действительно патриот и классный. Скажете, как такое может быть? Очень просто. Дело в том, что программы, которые фонд Сороса реализует, во-первых, этот директор не на все влияет. Давайте будем честными. Там есть кому-нибудь эти программы не рады и так далее. То есть будь там директором, а толку с этого особо никакого. Это первое. Второе. Очень большие программы там идут по ромам, например, по правам человека, по свободам, по медиа даже есть какие-то, по развитию местного самоуправления, там, спроможность громад и так далее. Это не те, ну, вот эти орусята, они бывают разные. А эти как раз самые безобидные, поверьте. Там есть более серьезные, типа Тома Шафиалы, там есть более серьезные, типа Пинчука, есть более серьезные, типа Ахметов. Это все они. Это все они. ТНК, транснационалы. Это страшные люди. Все эти блэк-роки, это страшные люди. Все эти, блин, которые приезжают, помнишь, смотрящую сюда присылали. ЕРС-ки разные. Это, вот, вот те, о ком я говорю. А фонд Сороса, ребята, это, 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 наверное, один или два процента в этом все. Причем, из этих два процента, основная, ну, как минимум процентов 60-70, это хорошие, полезные программы для громад, на меньшинстве и так далее. Да ради бога, простилы. Поэтому я только могу приветствовать. это, это не то, ну, то есть, он стал заложником, понимаете, заложником своей фамилии. Получилось, что 98, 98 процентов вот этих гадостных и опасных людей, они носят его фамилию. А он всего лишь эти два процента. Вот и вся картина. Играя. 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 Продолжение следует...